Вчера я провела уже второй раз свою медитацию хона-хона, с которой там есть разные добавления. Это смесь четырёх разных практик, очень сильных, очень действенных, освобождающих от травмы, которые, в принципе, я и мне вот и извлечалась, которые в итоге сработали. И мне кажется, на правильном пути. И невероятно просто нервничала, просто чувствовала себя полным ничтожеством, несмотря на то, что уже у этого метода появляются прям новые поклонники, сторонники, люди, которые мне прям это помогает. А внутри у меня просто полное обесценивание. И я людей освобождала, успокаивала, а сама сидела, как каменная, просто всё сжатое. Конечно же, это всё психологические разные вещи, но вот это чувство полной беспомощности, какой-то такой потерянности в мире. И неважно вообще, что ты делаешь. То есть это какое-то самоуничтожение. Вот такая вот, очень такая, какая-то коренная такая травма. И я сегодня целый день пыталась делать медитацию. И вот только сейчас, перед выездом, потому что пригласила на стендап, женский причём, израильский, и у меня получилось просто прикоснуться и немножко поплакать в этой травме. Но, конечно же, я ещё не до конца понимаю, что это, и не до конца у меня получилось пойти. И весь этот процесс освобождения по системе опонопоно с четырьмя предложениями. После этой медитации там было ещё выступление, тоже стендап, ну, неудачное такое, бальчишки там что-то там дурачились, неудачно. А потом начался джем. Причём джем по четвергам, он такой очень слабенький, мало людей приходит, безумно, это в другие дни. А я из-за ребёнка могу только по четвергам. Но были пару сильных музыкантов, очень хороших, там, Эдин. И я ещё перед тем, как мы зашли на этот джем, я ему сказала, послушай, мы с тобой как-то там просто по коленкам барабанили вместе. Я просто почувствовала такой подъём какого-то творчества совместного. Но мой, конечно, парень ужасно талантливый, с абсолютным музыкальным слухом, там ездит по разным странам, выступает со своими джазовыми композициями, импровизациями. Очень талантливый. Ну, в общем, я ничего в музыке не понимаю, но вот я почувствовала такое родство именно на творческой почве. Ему вроде бы тоже понравилось. А потом, когда начался джем, мы начали... Ребята начали играть и всё. А я что-то начала подмяукивать там. Вот, в тему или без темы. И мне потом сказали, послушай, у тебя так здорово получается, почему ты не поёшь полным голосом. Я говорю, я боюсь, что я что-то налажаю. Они говорят, да ты не бойся, тут все свои и всё. И, в общем, я потом проляукала и прокукарекала весь этот вечер. Просто все так были тоже очень воодушевленные и довольные. Был очень сильный такой ритм, очень большая слаженность, потому что Эден вот так всё это вёл. Доминировал сильно, был солист. Всех дисциплинировал. Причём он очень хороший музыкант, так что он знал тоже, куда он ведёт нас всех. Ну и я там тоже мяукала. И мне сказали потом, что звуки, которые я делала, это было похоже на морского котика. Очень-очень милого морского котика, который там что-то мяукал. В общем, начал у нас мяукать морской котик. Ну, в общем, мне очень понравилось. И теперь у меня новое желание. В общем, моё желание исполнилось практически за один вечер. Я сказала, что я бы хотела немножко сотворить что-то вместе с Эденом, и вот прям тут же это получилось. А сейчас у меня новое желание это прям выступить с ними, прям что-нибудь отработать с ними, прям отработать с ними музыкально. И я сразу же об этом сообщила Эдену. Он очень тактичный. У них есть трио. Эден играет на пианино обычно. Ещё один парень на бас-гитаре. Нет, он так вчера он играл на бас-гитаре, а так он вообще контрабасист. И барабайщик. Ну, короче, вот что. Сейчас я так заказала, такое желание загадала. Ну, Эден тактично так склонил голову. Посмотрим, сколько времени возьмёт, чтобы воплотилось это желание. В общем, это хорошо.